Как забрать 8 миллионов от налоговой? Ты даже не должен говорить кто-то, ты должен просто говорить, сколько денег ты сейчас сэкономил, ты должен говорить кейсами. Хорошо, ясно. Чувствуешь разницу? Здесь вот это, здесь вот то, здесь вот то. А что делать-то? То, что ты продаешь, ты возвращаешь деньги из налоговой. Я решаю все ваши проблемы в бухгалтерии, а вы занимаетесь бизнесом. Я помог тебе? Да. Здравствуйте, дорогие телезрители. И мы начинаем разбор все у вас. Скажи, чем ты занимаешься? Я налоговый консультант. Также у меня есть бизнес по ассорсингу бухгалтерии, гадуровому учету. Бизнесу 17 лет, налоговый консультант, я уже 10 лет. Какая у нас задача, что нам нужно сейчас сделать с тобой? Я получил твое коммерческое. Ну, если я хочу с тобой работать, что я должен дальше сделать? Позвонить мне. Так, чтобы что? Пригласить на встречу. Мы с тобой уже встречались. Ну, значит, тогда позвонить мне, обрисовать, наверное, круг вопросов, которые интересуют. Согласовываем техническое задание и согласовываем цену. А потом? Если все это согласовывалось, заключается договор и поехали. Договор и поехали. Очень часто многие ребята считают, что им нужна упаковка. Ну, прям, нужна хорошая упаковка для того, чтобы начать знакомиться. Но реально им не с кем пока знакомиться, потому что они не сделали упаковку. Если мы решим вот это, и у тебя будет много запросов от людей, которые спросят, слушай, что ты там, как там, что за налоговый консультант, тогда уже будет дальше понятно. И в итоге мы задачу перемещаем на вопрос, а где найти людей и как с ними знакомиться. Друзья, вас всегда интересовало, что же там было между монтажом, между вот этим и вот этим моментом. Все очень просто. Это большое видео, полностью разбор, без монтажа, со всеми-всеми-всеми фразами и моментами, которые мы обсуждаем, вы можете получить совершенно бесплатно. Напишите в комментариях вашу почту, телефон, телеграм или любой другой контакт для связи, и мои помощники пришлют вам вот это готовое видео в течение нескольких дней. Ну, а все остальные продолжайте смотреть. Поехали! Ну вот, смотри, что получается интересно, что твои люди, 80% с кем ты работаешь, вот у нас такая табличка вот получилась, 80% с кем ты работаешь, это люди, у которых не было опыта работы с налоговыми консультантами, это те, у кого сейчас как-то это делается с помощью бухгалтерии, криво-косо, вот, у них в принципе потребность есть, но они ее не осознают, да? Ну, подспудно, скажем так. Ну, хотя, нет, сейчас уже появляется клиент, который уже осознает, который, не имеющий никаких печальных пунктов общения с какими-либо там проверяющими органами, подспудно осознаю, что, ну, вот, что-то там... Что-то должно произойти, потому что я расту, потому что... Но большая часть это те, кто не осознает, да? Да, да, да. Ну вот, значит, для того, чтобы у тебя сделка состоялась, тебе нужно вот этих вот людей перевести из минусов в плюсов, чтобы они осознавали. И вся задача стоит твоего общения, как с ними начать общаться, это помочь им осознать, какие у них проблемы сейчас. Для этого тебе нужно либо делать личную консультацию этих предпринимателей, да, и рассказывать, что, ребята, у вас сейчас теряется в год столько-то денег на налог. Вот, просто потому что они не оптимизированы. Например, что если вы тратите на налоги больше, там, 5% от всей выручки, значит, вы переплачиваете, ну, как вариант, да? Это как вариант, потому что... У всех по-разному, ну... Ну, как вариант, да. Да, то есть для такого вот предприятия такая, для такого такая. Как тебе найти этих людей и как, вернее, с ними общаться? Ты должен общаться с ними через вот их боли. Сейчас я хочу рассказать вам короткую технологию, короткий совет, каким образом YouTube продвигает ваши товары и ваши видео и рекомендует их. Все очень просто. Алгоритмы YouTube настроены следующим образом. Там, правда, нету человека, который бы просматривал все видео и говорил, что это хорошее, это плохое. Нет, все делается совершенно не так. На самом деле алгоритмы YouTube смотрят, как долго вы смотрите это видео, это раз. Второе, ставите ли вы ему лайки, это два, и пишите ли вы что-нибудь в комментариях, это три. Поэтому, если вам это видео было полезно, ну, поставьте же ваши лайки. Ну, и погнали дальше, не буду вас задерживать. В результате результата, вот ты ему все это сделаешь, что он получит? Он получит ясность в собственной голове. Первое, что у него происходит в бизнесе основном. А что это даст? Спокойствие и уверенность, что он может дальше заниматься своим бизнесом, а здесь он понимает и контролирует всю эту ситуацию. Главное, фокус внимания на важном, и не нужно фокусировать внимание сюда. Абсолютно. Вот, собственно, твой продукт, то, что ты продаешь человеку, ты ему продаешь ясность, спокойствие и фокус внимания на его деле. Да. Иногда деньги, которые ты помогаешь оптимизировать благодаря налогу. Вот. Смотри, как ты делаешь сейчас, скажи, пожалуйста. Вот в чат ты когда сбрасываешь сообщение, говоришь, ребята, бесплатная консультация по налогам, да? Самую презентацию у меня здесь в WhatsApp. Можешь показать сообщение? У тебя где-то в шаблонах же есть, наверное? Конечно. Ну, моя заметка. И вот ты пишешь следующее. Тут написано, Семаков Севалд Александрович, налоговый консультант, член палаты налоговых консультантов, европейский, обслуживаемый совокупных доход столько-то, основные клиенты, малый и средний бизнес, направление торговли в ВЭД. Среди наших клиентов интернет-магазин ТОСИО 5-10. Давай, из всего, что мы поняли, вот по этой схеме людей цепляет их проблема и результат, который ты им дашь. В этом сообщение. Проблема, она находится не здесь, она находится не здесь, она находится не здесь. Это предпоследний абзац. Более того, это не про проблему, а про результат, который им ты и дашь. Про проблему здесь ничего нет. Ты пытаешься сразу объяснить, что ты классный, но их это реально не парит, потому что они не осознают, что им нужен классный ты. А им нужно понять, что у них, чувствуете беспокойство из-за налогов, напишите, я вам сейчас проконсультирую. То есть ты даже не должен говорить кто-то, ты должен просто говорить, сколько денег ты сейчас сэкономил, ты должен говорить кейсами. Ребят, сегодня пообщался с таким-то человеком, а за полчаса нашли где ему спрятано еще 18 миллионов, которые он переплатил налоговой. В течение следующего месяца он их вернет, понимаешь? Вот что вам нужно делать в этом случае. Раз, два, три, четыре, пять пунктов. И кидать это сообщение в чат. Тогда люди будут доверием тебя пропитываться, правда? Во всех твоих вещах, пока человек не осознает, не говорит, что, слушай, Сев, вот я уже это, никому не хочу, скажи, как начать с тобой работать. Вот пока они не говорят так, ты им говоришь про проблемы. Смотри, у тебя вот здесь вот так, здесь вот это, здесь вот то, здесь вот то. Он говорит, а что делать-то? Ну, говоришь, ну, мы работаем или нет? Если хочешь, чтобы я сделал, давай тогда я погружусь в твой бизнес, да, пойдем, встречаемся. Ты говоришь, я в Севу, сколько у тебя оборотов? Да, значит, для тебя 25 миллионов. Могу найти у налоговой, вот кто я. Хорошо. Ну, то есть, ты все вот миллионы от налоговой. Ну, да ладно, вот хорошее слово, миллион от налоговой. Да, понимаешь, ты возвращаешь мне деньги из налоговой. Ну, потому что, по большому счету, если компания переплатила, ты помогаешь эти деньги вернуть, законным образом, да? Абсолютно. Ну, вот, собственно, то, что ты продаешь, ты возвращаешь деньги из налоговой. Это точка входа. Дальше ты также помогаешь им обрести ясность, спокойствие и так далее, если к тебе человек приходит успокоить. Но в холодную ты в Севу, который возвращает деньги от налоговой. В Севу, миллион из налоговой. Я помог тебе? Да, я все. Какие у тебя выводы? Расскажи, ребята. Есть ли какие-то факты, которые ты можешь сказать, и люди скажут, охренеть. Отводили русло, реки Клязьба, представительство аэропорта Шереметьево, новый терминал. А что ты не даешь 5 лет гарантии? Да ну нафиг, ребят, давайте-ка сделаем по-нормальному. Паша, вообще спасибо огромное, это действительно ценно. Сколько тебе эта штука может принести денег? Пятнашку в месяц можно. 12 миллионов. Да, ну вот такой вот сайт. Еще офигенная тема. То есть мы тебе еще сейчас бизнес-процесс улучшили. Вот, а оказывается, что сказать можно очень даже круто. Впечатление хорошее, нормальное. Твердился в своей собственной мысли, да, что бизнес мой идет всегда через сбор клиента. И надо показать клиенту, что эту боль я ему решу и успокоить его, чтобы он спокойно мог заниматься своими бизнесами. Ребят, разбор у нас подошел к концу. Делайте наш мир лучше. Ставьте лайки для Всеволода и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok